Бывает такое, что человек, не имея возможности и качества проявить себя здесь, начинает проявлять себя там. То есть он хочет в посудное сновидение поиграться, либо начинает загадывать сны, и он начинает работать на те структуры и не проявлять себя здесь. И это очень чревато. Очень часто обращаются люди, которые получают информацию во сне. К ним приходят учителя, отшагывал из Тибета и дают реальную информацию. И человек рад, то есть рад, он доволен. Я когда начинаю просматривать его, я начинаю говорить, что это не деструкция, что это перекос энергетический. Человеку нужно развивать здесь свои качества, умение брать информацию, а не туда влезать. Там все равно не такая информация идет. Человек не может там полностью осознать ее. Таких случаев у меня за месяц где-то было 10. То есть человек не может здесь выразить себя, не может брать информацию здесь. И раз, и свернулся, и туда ушел. Там брать. Ну, это уже врага. Еще такой момент, когда человек учит других людей, он берет ответственность. очень большой. И многие люди об этом знают. Когда просматриваешь человека, который много, куча других, да, получает, какие-то советы дает, либо еще, либо еще серьезнее, когда вмешиваются в судьбу, например, говорит, и тебе надо там работать, а не там, то на полях таких людей таскаются поля тех людей, кому они напортили. И главное, это в цифровом варианте, сверху, такой придавленную. И считывать уже тяжелее намного. Когда начинаешь разбирать судьбу, почему плохо-то, то первым делом начинаем убирать людей, которые привязаны к телу этого человека. То есть, он говорит, мне тяжело, я больше не могу там, Путин и Шоссин виноваты, а получается так, начинаешь разбирать, что рептилоидами не пахнет, оно наклами не пахнет, и все ошибки человек совершил, когда ходил по воплощениям в визе, в следствии еще и здесь ошибки наработал. То есть, это довольно часто случается. По поводу деток. Моя информация будет отличаться от информации контакторской, которую дают другие люди. Когда я недавно общалась с одним контактером, мне просто интересно было, я спросила за деток, ему сейчас рождаются дети с очень сильными полями, энергетическими, радужными, которые лечат решетку нашу кристаллическую ДДТП. Я пришла домой, думаю, я спрошу поточнее, действительно ли это так. Силы мне мои сказали, что детки сейчас рождаются со спящими полями радужными, и у многих они так и не просыпаются. Я здесь дословно написала, то есть детки сейчас не готовы выстреливать. очень много детей рождаются со старыми программами. Они пришли доиграть, 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 до прожить и уйти. И что такое радужные поля? Это высокой концентрации энергии, когда человек в себе имеет раскрытый, при соприкосновении с другим человеком, у другого человека тоже просыпаются радужные поля. То есть это как резонанс идет. Это очень хорошее действие. Но у деток сейчас этого мало. Они в спящем режиме. И когда мама, например, какая-то спрашивает, Ирина, как мне воспитать талант своего ребенка там и что-то? А я смотрю, а у ребенка воли нету, дух бережат. Он никогда не станет по качествам сильным. То есть не нужны таланты ребенку, если у него качества не будут проявлены. Это воля, дух и нравственные качества. Это так же, как и у людей. Все стремятся туда, ввысь, в духовность, а их никто там не ждет. Их там никто не ждет с такими качествами. Потому что мы приходим в этот мир многомерных веществах. Как и силы мои говорят, походственные силы. У нас многомерие, но походственные. Мы пришли сюда, на эту планету. И нам дали инструменты. Это эмоции, чувства. И через них мы должны излечить себя. А мы что делаем, люди? Какие-то чувства, какие-то эмоции? Не-не-не-не-не. Мы пойдем туда духовное. Мы этот инструмент вот так вот пытаемся пойти, идти в духовное. А там никто не ждет нас. Там нас считывают по энергетическим параметрам. Говорят, до свидания. Далечи. Вот это, вот это, вот это. Это я говорю свою практику. Она у меня огромная, обширная, в разных вариациях. Не пускает никого. Не пускает никого в настоящее понимание, в раскрытии себя. Нет нравственности. А то иногда, как бывает, да, посидел, это реальный случай, да, очень много часов в йоговской позе, там они занимались, занимались, он вышел, отмыл кожу. Где его духовность, да, это все мимо. Также с детками, когда мы говорим, какие-то таланты, распределили что-то, всегда обращаем внимание на волю. Если воля пережата, мы уже смотрим, где пережата воля. Если пережат дух, мы смотрим, где пережат дух. Это обязательные условия. И к 13-14 годам уже бывает понятно, какой ребенок. То есть уже более-менее сформирован энергетический каркас. Если есть перекосы, то до 17-18 лет еще есть время справиться. Потом это тяжелее справляется. То есть здесь нужно смотреть материнскую основу, которая заложена, отцовская основа заложена. Многие люди приходят и говорят, Ирина, я уже там 20-30 лет копаюсь и в этом разбираюсь. Я уже все это вычистила, я не хочу больше в это влезать. А я смотрю по полям, ничего не было сделано. Мы только тогда считаем работу выполненной по энергетике. Когда мы об этом спокойно говорим, у нас не цепляет это все больше. Мы смеемся, спокойно об этом говорим. А когда я говорю одной женщине, мне пошла глухота в августе того года, но она сделала прививку. Я говорю, нет, у тебя нет прививки, у тебя был личный раздрайон. Она говорит, да. Я рассталась с человеком, с молодой. И у нее пошла глухота, молодой женщиной. Она все это связалась с прививкой. Я говорю, нет. И когда я говорю, давай мы с тобой уберем боль, твои силы, твоя система сказала, там столько боли, мы с такой боли работать не будем. Уберите боль, только потом мы можем что-то сделать. То есть они сказали, что можно сделать. Она, нет, я не хочу, я уже столько с ней работала, столько психотерапевта прошла, я не буду. Это же о чем говорит, что она ее совсем не убрала, она только еще больше ее вниз убрала. Но я без нее ментально, с ее согласием убирала эту боль, только потом вытягивала эту боль. И только потом силы начали, они остановили течение этого заболевания, то есть там клетки пошли поражаться. И только потом пошло выздоровление. То есть везде свои нюансы и везде свои вариации этих нюансов. И когда мне учитель, наверное, лет 10 назад сказал, Ирина, у вас вторая половина жизни будет очень интересной. Я не думала, что она будет настолько интересной. Мне поразительно просто. Если у кого-то какие-то вопросы есть, то задавайте, пожалуйста. Я постараюсь ответить вам. Какие-то насущные, да, реально, которые вас интересуют. Я думаю, у вас есть такие вопросы. Я думаю, что мы решили разобрать эти понятия, что такое дух, что такое воля, что такое нравственность, для понимания общего, чтобы я не сучу, я поняла силу. Да, и то, что вы говорите, что вы сейчас с источником васили, как бы вы уже слышите, как вот у вас теперь с ними отношение. Ну, что вы сейчас с источником работаете, а не с сил. Вот была у вас последняя информация, да, что вы уже с цивилизацией расстались, ну как-то так. Да, расстанешься с ними. С магией рассталась? И с магией тоже до конца нет. Во мне сильная эта структура, магическая. Я еще думаю, что с ней делать, потому что это огромные наработки. Там еще очень много спящих полей, но реально те, которые драконовские, там интересна настолько мощь, но мне неинтересно. Мне нужно всегда, чтобы мне было интересно. Но магия как? Приходит человек, да, завязка с родом, и я опять иду в этот род, в духу рода, и мы смотрим, что не так. То есть не обязательно копать, идти по поколениям, раскапывать, чистить. Это не надо никому. Мы смотрим, в каком поколении, колено, да, завязка у человека, и мы убираем ее. Естественно, мы не сами лезем, чистим или что-то отмаливаем. Это вообще не те варианты. Мы договоримся с духом рода. Что можно сделать? Все. Он говорит, мне не надо ее оставлять у себя и наказывать. Просто нужно сделать вот так, вот так, вот так, и я ее отпущу. То есть приходится все равно возвращаться в те слои, где у человека зацепка. Я сколько раз говорила, я уже сколько лет говорю, мои хорошие, дайте мне такие методы без врезания в прошлое, без врезания в рот. Такого нет. Есть сильные люди, которые могут обрубить концы. Вот, например, отец скажет, все, ты мне больше не сын. Вот, одно слово. Но таких людей очень мало. Либо, например, я больше, вот кто-то надоест, один раз замуж, алкоголик вышел, второй раз, третий, и она скажет, женщина, все, я больше в этом не ввязываюсь. Таких мало. Потому что для, мало сказать, чтобы так сказать, нужно еще это сделать, а на это потенциала организма нет. Это нужно опять смотреть, откуда брать потенциалы. Это очень тонко. Поэтому сколько раз я просила дать мне такие методы, нет. как сейчас происходит моя работа. Рассматриваю человека. Иногда мои системы говорят, что и как. Иногда системы человека слово в слово пиши вот так, объяснишь вот так. То есть для них это очень важно в каждой моей золотомости. И они говорят, вот смотри, какие же примеры взять. Вот, например, здесь не так. Дух. воля. Да? У них покорежены. Что можно сделать? Дух воля. Это сильные энергии проявления самого, ну, высшего качества. Дух и воля. Когда мужчина не может здесь проявить себя 99% проявить себя в бизнесе. В бизнесе либо как муж. Это ущемленный дух либо воля. И это не в этом поколении не в этом воплощении. Как правило, это тянется много воплощений. Либо еще как бывает. Значит, живет, живет человек в других мирах, переуплощается. А здесь он пару раз начал деградировать. И организм сказал «О, все, я три воплощения посплю». Что такое организм? Это все наши аспекты, которые решают. Я три жизни посплю и все, и его ничем не разбудешь. Это только нужно выходить на это решение, когда это было принято в других мирах. И все это собственно с этим работать можно. Когда дух либо воля сломанная часто бывает часто бывает это как наказание, когда убийство не зомбивали. То есть все равно это памятные слои. С ними работаем. По бизнесу я на скидку человека вижу, пойдет у него бизнес, либо нет. где у него ущемленный этот дух. Что такое нравственность? Нравственность это сейчас я скажу подробнее. Это знание внутреннее законов энергетических и ждиоб они. Не наши людские, которые мы придумали, а именно глубинные законы и жить по ним. Это знание невыражено, как у нас прописывают в книгах, оно изнутри как интуиция, только на более глубинном уровне. Это когда ты жвачку не можешь виднуть. Либо когда идешь, идешь, и выдавь, смотришь макурок, или жвачку неплохо становится. Либо неплохо, не хорошо. Либо когда себя человек начинает хаять, когда нравственность он уже достиг, он даже не додумается этого сделать. И не потому, что он себя сдерживает, он просто это не может сделать. У него мыслях этого не было. Также коучи, которые прокачивают, давайте прокачивают энергетику, еще что-то. Бесграмотность. Учим держать мысли в узде своей. Это огромная затрата энергии на это. Я всегда своих людей учу, и миллион раз повторяла, еще десять раз буду, десять миллионов раз повторять. Наше тело покажет нам все. Понимаете, вот женщина одна, ну как женщина, 40 лет, девушка, она с канады падает в обмороке. Ирина говорит, падаю в обмороке каждые, не знаю, 3 месяца. Как падать в обмороке? Падает, пульс, сердце выскакивает, язык вроде не западает у нее, потом ей становится хорошо. Я когда начала просматривать, я говорю, Оля, у вас давно, давно, давно прошлых воплощений вы были роботизированным существом с душой, но роботизированным. Ты сломал, ну я и на ты иногда, ты сломалась, упала, и у тебя где сердце, там сломалась операционная система. Смотри, ты доигрываешь эту жизнь, то есть она в тебе, она никуда